За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 115 происшествий. Из них 17 преступлений, 13 из которых раскрыто. По 13 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Всего выявлено 280 административных правонарушений. Из них за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено к ответственности 78 граждан. Изъято 7 единиц оружия. За неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано 2 ДТП с причинением вреда здоровью. 30 июня текущего года сотрудники госавтоинспекции округа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках мероприятия составлено 12 административных протоколов. На минувшей неделе на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипед» с целью профилактики подростковой преступности и предупреждения краж велосипедов из подъездов домов, школьных и дошкольных учреждений, а также с территорий, прилегающих к магазинам и учреждениям на территории округа. Полицейские обращают внимание владельцев велосипедов на то, что в интересах каждого гражданина должна быть обязанность по обеспечению сохранности своего имущества. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ружье» проверено 96 владельцев оружия, составлено 3 административных протокола. Сотрудники полиции с начала летнего сезона проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В дежурную часть продолжают поступать заявления граждан о мошеннических действиях. Так, женщина перевела мошенникам 10 тысяч рублей за якобы услуги экстрасенса при просмотре передачи «Переиграй судьбу» на телеканале «РАЗ» спутникового телевидения Триколор ТВ. Накануне в дежурную часть обратился мужчина, который перевел денежные средства в размере 8 тысяч рублей неизвестному пользователю социальной сети ВКонтакте за якобы услуги по приобретению и доставке товаров из запасных частей для автомобиля. В настоящее время, по данным фактам, сотрудники полиции проводят проверку. Воздух, солнце и вода – все, что нужно для хорошего отдыха. А для того, чтобы здесь был и пляж, нужны буйки, раздевалки и постоянный контроль спасателей. Самые любимые места для купания у наринмарцев – это песчаная осыпка за очистными сооружениями, берег реки Печоры в поселке Искатели и, конечно, Голубое озеро. По требованиям Сампина ни один из них не является пляжем. Чтобы появился пляж, необходимо соблюдать ряд условий – установить буйки, раздевалки, контейнеры для мусора и организовать постоянный контроль спасателей. В 2014 году Николаем Остродумовым был оборудован настоящий пляж. Сам Николай – спасатель. Со своими товарищами он вычистил дно, оборудовал подход к воде и установил буйки на Голубом озере. Но затем организацию пляжа сочли нецелесообразным. Теплых дней в нашем регионе очень мало. Накануне пляжного сезона 2016 Роспотребнадзор по Ненецкому округу проверил санитарное состояние мест массового отдыха – Голубое озеро, берег реки Печоры и насыпь на городецком шару. У нас идеальной такой воды. Нет ни в одном водоеме, где мы отбирали воду. Где-то она не проходит по железу, где-то не проходит она по цветности, по мутности, по гонолитическим показателям. Где-то не проходит почва, где-то не проходит микробиология. Санитарное состояние зон отдыха жителей нашего региона не останавливает. А потому регулярные патрулирования на водных объектах ведут сотрудники МЧС России по Ненецкому округу. Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально. Потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание, закупающимися, особенно детьми. Отметим, что в начале сезона мэр Наринмара подписала постановление о запрете купания водоемов на территории города. Аналогичные документы подготовлены и сельскими администрациями. Однако официальные запреты, как правило, игнорируются жителями. Поэтому в Комитете гражданской обороны НАУ предлагают организовать на территории муниципалитетов патрулирование мест возле открытой воды, где традиционно отдыхают жители и не допускать выход на водоем детей без присмотра родителей. В случае непривиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.